Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 14 мая, день Иеремии. Назван в честь святого пророка Иеремии. Святой Иеремии был девственником продолжения всей своей жизни. На призыв от Господа к пророчеству в юном возрасте он выразил свое смущение. Господь ободрил его и, одаряя его разумом человека взрослого и совершенного, сказал «Не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю я тебя, пойдешь, и все, что я повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобой, чтобы избавить тебя». В народе этот день называли по-разному. Иеремий – яремник, пролетие – запашник, Иеремий – запрягальник, Яремник – засеватель. Все эти названия отражали особенности этого дня. Ведь на Иеремии проводилось большое количество посевных работ. Тем более, что погода устанавливалась тепло, а лето уже совсем близко. Поэтому и давали название этому – Дню Пролетие. Православные церкви отмечали День Святого Иеремии, который в народе был известен как запашник. А 13 июня отмечали День Иеремии запрягальника. С этого времени и по 13 июня длились наиболее тяжелые и изнурительные земледельческие работы. В этот период христиане просили Божьей помощи и защиты от негативных природных явлений, которые могли помешать получить урожай. В народе было верование, что сам Иеремия в этот день запрягает небесную колесницу и сеет хлеб, чем и помогает земледельцам. Такое верование появилось потому, что Иеремия созвучна со словом «Ярму». И в дни, когда делал пророчество по велению Бога, он носил узы древянные и клады. С первой ростой крестьяне выходили в поле сеять. Перед этим они обязательно служили молебен пророку Иеремии. А вступив на поле, обращались с молитвой на каждую сторону света. Приметы. Если облачная погода, то зима придет рано, с сильными морозами. Нельзя сегодня давать замен зерна и семена. Урожая может не быть. Вечерняя роса говорит о завтрашнем ясном дне. Пшеницу и яровую рожь лучше рекомендуют сеять в полнолунии, а овес за два дня до или после него. Десятые лунные сутки. Так уж принято считать, что в эти лунные сутки устанавливается причинно-следственная, то есть кармическая связь между миром живущих людей и их предков в ином. В целом этот день весьма благоприятен для укрепления родовых традиций. Поэтому соберитесь с широким семейным кругом, за хорошо накрытым столом и в веселой беседе повспоминайте своих ушедших родственников. Ведь память о них самая лучшая, что вы можете для них сделать. Дети, внуки, видя такое отношение, будут более уважительно относиться к вам и поймут, что такое родовая традиция. Постарайтесь в этот день меньше работать и физически трудиться. Одиннадцатые лунные сутки. Они носят такое название, день Икадаши, первый день Икадаши. В лунном цикле бывают разные по энергетике сутки. И эти наиболее мощные из всех. В организме человека они активизируют первоначальную жизненную силу. Йоли ее называют кундалини. Эту энергию важно направлять на укрепление и обновление организма. Для того, чтобы ей ничего не мешало работать, рекомендуется полностью удержаться от принятия пищи. Если вы сегодня затеяли какое-то дело, то обязательно доведите его до конца. Физическая нагрузка должна быть обычной, а то и чуть меньше. Эмоционально будьте спокойны и не общайтесь с теми людьми, которые вас растражают. И еще одна важная рекомендация. Сегодня ничего не режьте ножом, даже хлеба. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok